Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв И сегодня у нас в гостях Российский космонавт Александр Лазуткин Здравствуйте, Александр Иванович Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните, задавайте свои вопросы Также звоните из-за рубежа код Плюс 371 и пишите ватсап 230-6191 10 февраля 1997 года Вы отправились в свой космический полёт Провели на орбите 184 дня И 22 часа Ну вот интересно, что во время Вашего полёта произошло небывалое количество Нештатных ситуаций, это так? Ну, в принципе, да То есть у вас пожар, гирус, термитизация И так далее, да? Да, да, да Хотя пожары это были не первые, но Были, были Ну вот интересно, что вы когда Летели, вы рассказывали об этом в интервью Вы совсем не боялись То есть вы летели В знакомое место Да, это меня немножко расстраивало Потому что я хотел увидеть что-то новое Первый раз в космосе Причём это же была моя мечта Вот, и как только мы оказались на орбите У меня была мечта увидеть нашу Землю И я бросил взгляд на неё И подумал, ну я так и знал, что она круглая То есть получается с чувством сожалению С чувством шока, да? С чувством сожаления Да, да, да Это моя первая встреча Но у вас первая встреча со станцией Ведь проходила не очень благостно В том смысле, что и голова болела И тошнота была И первые мысли были о том, что я здесь делаю Не то, что что я здесь делаю На самом деле это Такой нормальный период Когда идёт адаптация организма К невесомости То он болеет Он там по-своему реагирует У каждого по-своему Вот У меня болела голова Это просто от того, что Большое количество крови к голове Приливает невесомости Это нормально Болела спина от того, что он всё время растягивается Поясница, да? Поясница, да, да И ты не знаешь, что с ней делать Она такая ноет Вот И Дальше Вот И дальше Кошнило То есть эти вестибулярные расстройства Они Доканывали Они начались Через полтора часа после старта Вот И закончились Через семь дней То есть Причём всё шло Долгий период Всё шло Не то, что Как по нарастающей Я так говорю По нисходящей И тогда пришло понимание Где-то там День на третий На четвёртый Я понял, что Я подумал Вот если бы я знал, что будет так плохо Я бы не стал космонавтом Вот Потом помню Что у меня Там буквально через некоторое время Вот Я понимал, что я ещё полгода буду Но меня это уже не радует Я хочу на Землю То есть это в первые вот эти десять дней Первые десять дней Ну первые семь дней И в принципе наступил такой момент Когда Я понял, что Я вот здесь сейчас умру То есть это чувство было именно такое Оно было Оно такое психологическое То есть Я понимал, что я допустим Если я скажу врачам Вы знаете, мне плохо Но я знаю, что они ответят Во-первых, я не первый космонавт Восемь и шестой Восемь и шестой До меня всем было плохо Но все как-то терпели А я Я внутренне Вот я понимал, что я подошёл к той черте Когда у меня вот уже всё Всё заканчивается И тогда я Понял, что всё, я умираю И Душа-то смирилась с этим То есть вы уже готовы были умереть? На самом деле да То есть я почувствовал это Я Вот мы сидели Ужинали Ну Я не мог это ужинать Я говорю, мужики, я полетел И я понял, что я вот Всех их Уже завтра не увижу Полетел Умываться Умываюсь Передо мной зеркало Я посмотрел на себя И Мысленно с собой С собой попрощался Почему это без всякой вот Не знаю, там Бравады там Или ещё что-то Вот такое Просто Всё, я тебя не увижу Вот это вот хорошее Вот Адутловатое лицо Это психологически Или физически Вы себя чувствовали так плохо? Ну Скажем так Физиологически Это вот Настраивало психологию На это Далее я полетел Спать Залетел в модуль В котором я сплю Залетел в свой спальный мешок Обвёл глазами В модуль И опять же Это Было чистое прощание Прощание вот с этим миром Закрыл глаза И уснул А проснулся Вот с таким чувством Я живой Я Причём ни одного Болезненного симптома И первый день Я летал ещё так Очень аккуратно То есть я ещё думаю Сейчас меня должно Начать тошнеть Сейчас появятся Эти чувства Там головная боль Появится там Ещё там Что-то такое Ничего И Вечером Я понял Всё Я родился Я живой И у меня был Такой восторг Внутренний Это вообще Вот испытать За такой короткий Промежуток времени Вообще Когда ты на дне Находишься Своих этих Отрицательных эмоций Состояния своего И через день Ты на пике Вот Это тоже Раз в жизни было Ну Принято считать Что космонавты Они такие Психологически Очень устойчивые люди То есть Ну всё-таки Получается Что страх Отчаяние Это свойственно И людям Которые работают В космосе То есть Все такие Человеческие Переживания Невозможно Как-то их контролировать И научиться Преодолевать Нет Ну Научиться Преодолевать Наверное Можно Но в принципе Она сама жизнь Учит преодолевать Именно тем Что когда ты попадаешь В аналогичные ситуации Если ты их Перебарываешь Ты говоришь О я это могу Вот Поэтому Это как И Те нештатные ситуации Которые у нас возникали Не могу У тебя уже Страх вот К этой системе Пропал Дальше Больше Дальше Больше То есть Нужно встретиться Со своим страхом Для того Чтобы его преодолеть Конечно Ну и естественно Естественно Его нужно преодолеть Естественно Его нужно преодолеть И тогда Вот уже к концу полета У меня допустим Было такое состояние Что Я Я был таким доктором А станция была Моим пациентом И я этого пациента Очень хорошо знаю Я летал по ней И чувствовал Вот здесь вот там Справа Тут вот что-то Уже нужно там Гайки подтянуть Слева там Что-то Тряпочкой протереть Но понимал Что нужно сделать Это Это было Ощущение Которого я Наземление Когда не испытывал Ну получается Что для этого Потребовалось 184 дня Для того Чтобы полностью Познать Принять Полюбить Или нет Или все-таки Это раньше произошло Нет Ну это раньше произошло Конечно Там за месяц До Может быть даже Ну из месяца Три Ведь У нас самая такая Страшненькая ситуация Была это Когда было Соударение То есть с прогрессом Когда с прогрессом Когда прогресс Нас врезался Он врезался У нас 25 июня По-моему Где-то сегодня Да получается 22 года назад Вот Я с этой Нештаткой Никогда не сталкивался Ну так же Как и экипаж Мой И Разгерметизация Ты видишь Ты видишь Не видишь Не видишь А чувствуешь Это Бородокументация Ты ее там В голове В голове Бородокументация Был пробит Потом он Какая-то Нервная Дрожь Кисть Потом Руки Задрожали Вот эта Дрожь Прямо По всему телу Пробежала Во рту Резко Стало Сухо И Только тогда Я понял Что это Реакция Организма На вот эту Стрессовую Ситуацию Вот так Она проявляется Тогда пришло Осознание Того Что могло Произойти Нет Или это еще Было Первый Шок Это был Шок Но он Чисто Физиологически Я так понял Шок Потому что Видно Разум Понимает Что Ребят Надо работать 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 И он Все А сознание Это что-то такое И там есть еще Какой-то отдел Который может быть Душой называется Который говорит Слушай Ну мне страшно 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 Но разум Заткнул Этот возглас Он не проходил На меня Вот А страшно На самом деле Наступило чуть попозже Когда мы сидели Мы в принципе Разговаривали о том Что могло бы быть Если бы Вот если бы Командир там Сделал что-то не так Более того Даже там Было так По Бордокументации Он должен был Сделать Что-то такое Мы понимали Что если бы он Сделал Это Корабль бы ударился В другое место Когда можно Картину И тогда бы Не дырка была бы Тогда бы Просто модуль Оторвало бы А если модуль Оторвало бы То есть Станция Мир Можно сказать В тот момент Была на грани Можно сказать О том Что повезло Ну да Здесь это Повезло Но Я просто говорю О том Что когда Стало страшно Но это Чувство страха Оно ведь Оно такое Ну это уже прошло Ведь Чего бояться То Ну Такое возник Чувство страха Вот если бы А Было бы Такой ужас Но ведь так Не было Все И дальше Продолжаем работать У нас звонок Радиослушатель на линии Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Александр Да Александр Слушаю Добрый Скажите пожалуйста Вот до сих пор Не утихают разговоры Были американцы На Луне Или нет Или вам запрещено Про это Говорить Это первый вопрос И второй Вопрос Вот Раньше Было повальное Увлечение Космоса В конкурс был А сейчас Как вы чувствуете Есть Так что Стремление людей Двигаться В этом направлении Или заглохло Это Спасибо Спасибо вам Спасибо Значит по поводу Американцев На Луне Нам никто не запрещает Что бы то ни было Говорить Более того Никто даже не рекомендует Что говорить Вот Я Когда американцы Были на Луне Я сам был Маленьким мальчиком И Верил в том Что Так оно и есть Вот И Эта вера Осталась До сих пор Я С интересом Слушал Тех Которые Доказывают Что американцы Не были на Луне И думаю Интересное дело Ведь О том Как должно Быть там Как должен Развиваться Флаг Как должна быть Тень Как еще Что-то такое Как должны быть Видны звезды Говорят те люди Которые там Ни разу не были Меня Вот это Не убедило Ну и более того Я думаю А чего Никто не спрашивает Ведь Американцы За Эту экспедицию За этот период Они привезли Более 300 килограммов Или 300 килограммов Лунного грунта Они Они привезли В это время Наши станции Привозили этот грунт Пусть он там Сотни граммов Был Вот Но этот грунт был И ученые Обменивались С результатами Но Ведь ученые Тогда Эти те первые Которые могли бы Заметить Слушайте Что вы нам Песока оттуда даете Из Невады Там Или еще откуда Там Они же умные люди Никто не сказал А То что вот это пошло Это Ну как интересно Наверное Давайте Теория закворот Теория закворот Ну я не знаю Еще интересно Почему американцы Все это начали То есть у нас К этому Мы молчали И Знать не знали Что может быть Такая проблема То есть Для меня Американцы были На Луне Я Просто смотрю За развитием Этих событий Вот А по поводу Конкурсов Ну раньше Было повальное Увлечение Да Сейчас Оно Нет повальное Просто Это объективные Причины Потому что Об этой профессии Не говорят И Даже ни в каком виде Не комментируют Сейчас вот Ребята приземлились Ну какое-то сообщение Там прошло Что они приземлились А раньше были Репортажи со станции Раньше вот Как бы Все это видели Но видно Люди накушались Этим То есть космос Стал рутиной Космос Стал рутиной Да Такая профессиональная Среда Да Профессиональная среда С точки зрения Проблем в наборы Вот это Вернее Конечно Наверное Меньше стало Людей ходить Хотя Здесь Это Трудно об этом Сказать Потому что Раньше Это все было Закрыто Я когда поступал Я просто написал заявление На имя генерального конструктора И На него отреагировали Меня послали куда-то там На медицину И так далее И дальше я прошел Но При мне народ Вот они приходили Их на медицине Отправляли И они больше не приходили Сколько Нас Общим Было Трудно сказать Потому что Набирали нужное количество Нужно было Троих набрать Набирали Вот И сейчас Тоже нет проблем С тем Даже там говорят Ой А вот В Америке Там Три тысячи Желающих А у нас только Четыреста И как бы это плохо Извините Если мне нужно Взять в отряд Восемь человек И мне как-то Без разницы Придет там Три тысячи Или четыреста Человек Но это и есть выбор Причем выбор приличный То есть Из четырехсот Можно выбрать Это достаточно Вот Другое дело То что Есть Такие Наверное Тоже объективные причины То что Первое Людей стало Значительно меньше Здоровых И Есть уже Проблемы С С головой Ну в том плане Что с сознаниями Вот как-то раньше Это у нас было Попроще Не попроще А посерьезнее Поумнее люди приходили Но это не говорит о том Что сейчас приходят Дураки Сейчас приходят Такие же Нацеленные ребята Девушки Готовые там Горы Сворачивать Но Ты понимаешь Что вся система Образования У нас Она просела Сейчас мы сделаем Небольшой перерыв Александр Лазуткин Российский космонавт У нас сегодня в гостях Оставайтесь с нами Буквально через несколько минут Мы вернемся и продолжим Мы продолжаем Эту программу Встретились Поговорили В студии работает Вадим Родионов Звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у нас в гостях Российский космонавт Александр Лазуткин Еще раз здравствуйте Еще раз здравствуйте Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните Задавайте свои вопросы Код плюс 371 Для тех кто звонит Из-за рубежа И номер ватсап 230-6191 Ну вот мы говорили О разгармитизации Вызванной вследствие аварии Столкновения станции Мир С космическим кораблем Прогресс Но ведь вам пришлось Пережить и пожар Пожар на станции Мир И это тоже экстремальный И страшный опыт Ну пожар он вообще Был одним из первых Этих опытов В нештатной ситуации Как это произошло И что происходило Вообще Он произошел так вот Легко и неожиданно То есть из ничего фактически Фактически из ничего Да То есть у нас есть Кислородные шашки Которые мы Это такие контейнеры Они из нержавеющей стали И внутри находится вещество Которое при химической реакции Выделяет кислород Вот она почему называется Кислородная шашка Почему шашка называют Потому что там Для того чтобы запустить реакцию Нужно поднять температуру До 600 градусов Примерно так вот Вот И Никакого огня Естественно там не используется То есть нет там Какого-то системы подогрева И все там Именно Вот эта вот шашка Она загорелась Почему она загорелась Ну скажем так Тогда ее На все 100% Не определили Я понял Что теория вероятности Она Существует То есть у нас нет абсолютно Надежных Систем Абсолютно надежных Вообще Вот Я не знаю что там Камера у нас абсолютно Ненадежная Хотя она может работать годами И мы говорим Супернадежная Но Надежность ее там определяется Не 100% А чуть поменьше Вот И если у нас Шашка Которая Одна на миллион Выходит из строя То про нее можно Про эти шашки сказать Они надежные Но у нас Случилась такая Беда Мы попали в этот Один на миллион Где что-то такое Произошло Вот Она загорелась Вообще пожар На станции Это Я бы так сказал Это не самое страшное Что может произойти Потому что Сам пожар Он В силу того Что в невесомости Он ведет себя Абсолютно по-другому Вот если мы там Зажжем свечку И поставим ее То Вот даже сейчас Перед столом Мы увидим Что пламя у нас Поднимается наверх И В принципе Вот эта теплая Обедненная кислородом Вот эта вот Атмосфера Которая там Вокруг свечи Там Образовалась Она уходит А к свече Подходит холодный воздух Который Обогащен кислородом И этот кислород Он используется Для горения В невесомости Нету Вот этого Эффекта Там И горячий воздух И холодный Они весят Одинаково То есть там Все по-другому И там И когда Если свеча Там будет гореть Вот эти продукты Горения Они будут скапливаться Вокруг свечи Вокруг этого Пламени И наступит Такой момент Когда Кислорода Не будет То есть просто высасывает Из станции И полностью Нет Не полностью Она высосет Вот Из себя Вот то что в округе Есть Тут рядышком Вот вокруг Кругом может быть Хоть 100% Кислорода Но вот здесь Уже вот эти продукты Горения Они будут обволакивать Это пламя Этой свечи И все И свеча погаснет Потому что для горения Нужен кислород Однозначно И температура Любого Этой компонента Убираешь Процесса горения Нет Поэтому В невесомости Скажем Это не тот пожар Который показывают В кино Вот И вся система Пожаротушения Там у нас сделана Так что Прекращается Движение воздуха По сигналам Датчиков И Ты спокойно Смотришь Какой там датчик Сработал И идешь В то место Где это Потенциальный Там был пожар Или возник пожар Ты идешь спокойно Потому что Не будет Разрастания Этого Пожара В нашем случае Ситуация была Немножко Там Даже Немножко Совсем Противоположная Внешний воздух Был вообще В принципе Не нужен Потому что Само вещество Выделяло Кислород А сверху Этого вещества Все горело Горел вот этот Корпус Из нержавеющей стали Ему без разницы Было То что Снаружи У него нет кислорода То есть он подпитывал Он сам себя Да Подпитывал А так как кислорода много То это горело Довольно таки здорово А в кислороде Горит Все То есть вот Сталь нержавеющая Горела У него температура Там порядка 1200 градусов Вот И Вот Ну это как почему Не знаю почему Это произошло А то вы почувствовали Тогда То есть Тогда я почувствовал О Так как поджигателем был я Ну скажем То это тем Кто При котором Пожар Все это произошло То в начале То в начале у меня Не страх А какой-то Шок был Потому что я Я смотрю Как этот огонь Разгорается Вот И в голове Слышу Вспоминание Прямо Голоса преподавателей Или преподавателя Который говорил Что Вот Эта ткань Не горючая Поэтому она вот здесь Вот это вот Закрывает Она Я вижу Что эта ткань Горит Вот это не должно Гореть Говорит Голос Сурока А это горит И поэтому Вот это В шок ввело Но Тем не менее Нужно было что-то делать Я помню В этом шоковом состоянии Вот руки Ноги Голову не слушались Они начали Что там На кнопочки нажимать И так далее И так далее В общем делать то что надо Вот Голова начала нормально работать Только тогда Когда Завыла сирена Вот И я увидел Экипаж Которые Сидели все за столом Вот Как они поворачиваются В мою сторону Как они У всех глаза Расширяются И у меня шок прошел А шок наступил У экипажа Вот И Ну Дальше опять Нету времени Там Страшно Не страшно То есть мы Четко работали У меня тогда Вот осталось Это чувство Удовлетворения От того что я видел Что экипаж А нас было Шесть человек Это работал Как механизм Часовой Любая команда Командир Выполнялась Беспрекословно Такой Слаженный Хорошо Да 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 Хотя никто Не договаривался Вот эта ситуация Возникла Спонтанно И нету Этих ролей Кто будет Командовать А кто не будет Командовать Поэтому Чувство Морального Удовлетворения Я получил От этого пожара А что земля В этот момент То есть Когда выходит Суп Они дают Советы В этот момент Ведь это На самом деле Такое стечение Обстоятельств было Во первых Это произошло Уже после Того Как Мы Последний Сеанс связи У нас прошел И нам сказали Все Ребята Спокойной ночи Ложитесь Мы Естественно Сидим Мы Понимаем Что сеансов связи нет Но в центре управления Остаются такие Оперативные дежурные Которые на всякий случай Есть В общем сидят И прослушивают эфир Вот Но мы понимаем Что Чего им прослушивать Там Один-два человека сидят Вот один нужен Может быть два Чтобы не скучно было Вот А у нас еще Проблемка была такая Мы На глухие витки вышли То есть Тогда когда с центром Невозможно было связаться То есть Вне радиосвязи Вне радиосвязи С нашим ЦУПом И мы выходили Ну Есть Сеансы связи Вот так как Мы уже работали С американцами Это Хьюстон У нас проблемы Это правда Да То есть Какие-то Вот они там Выдавали свои Зоны На всякий случай И вот мы стали выходить на них Но Опять Не во время пожара Во время пожара Мы все тушили Но когда потушили Мы уже там Земля Земля Там вот у нас Вот такие-то проблемы Вот естественно Подняли всех на уши Когда скажем Пожар И готовимся К срочному покиданию То есть это было То есть это было тоже Да План покинуть станцию Был уже Нет Ну а Нет Или как там все происходит Дело в том что Но мы понимаем Когда мы можем Покинуть станцию Вот Когда станция Сильно задымлена Когда у тебя есть Угроза жизни Тогда естественно У нас есть Спасательные шлюпки Через которые Мы можем покинуть Вот И командир нам Тогда вот Он выходил на связь И он говорит Значит вот На станции пожар Станция сильно задымлена Мы там по-моему Готовы к срочному покиданию По-моему так это все Прозвучало Естественно Я думаю на земле В это время был шок Потому что Ночь И тебе такое вот Оперативный дежурный Не обрадоваться Кому обращаться Вот Но потом в принципе Сами когда посидели Смотрим Уже Мы включили системы Которые очищают воздух То есть нам уже стало Тепло Уютно Улетать не захотелось Вот И тогда Единственным Вопросом для нас Оставалось Можем ли мы дышать Этим воздухом После пожара Потому что мы прекрасно понимаем Ну допустим на земле Ведь его тут Чистого воздуха Его полно Вот там где горело Там конечно там Всякие продукты горения Покарный газ И так далее Выветрится там Ты отошел в сторону И все А на станции Все это вот В маленьком объеме И И системы Которые там работают Они Я прекрасно понимаю Они очищают от чего-то Вот Конкретно там Построен углекислый газ убирать Она эта система убирает Там еще какие-то Газы Она убирает Но что у нас было Во время пожара Какие газы у нас Выделялись там При горении металла При горении обшивки При горении там Еще чего-то такое При горении самого вещества Нам было непонятно Вот это было немножко страшновато И я помню что Это была критическая такая ситуация Ну чисто моральная Психологическая И у нас командир тогда Сказал Мы сидим в этих Противогазах И у нас заканчивается действие Этих противогазов И по закону Если мы Мы обязаны Если у нас осталось Только по одному комплекту Мы тогда возвращаемся на землю Потому что Потому И он говорит Так мужики Я снимаю У себя противогаз А вы смотрите Если мне будет плохо Тогда соответственно Да и здесь вот Я понял что На самом деле Герои не мы Которые вот Тушили пожар И вышли из этой ситуации А герой он Потому что Ни в одной инструкции Не написано Что надо сделать Если тут мы работали По инструкции То он работал уже По обстоятельствам И он пошел На эту амбразуру Ради всех нас И все прошло благополучно Ну слава богу да Ваш полет Как я уже говорил 184 дня продолжался Два известных факта О которых мы говорили Это разгроматизация И пожар Но были ведь еще Какие-то Менее значительные события То есть Их было много За это время Ну их было много Потому что Ну любая поломка Скажем Чего-то на станции Это уже Такая маленькая Нештатная ситуация Если большая поломка Большая Нештатная ситуация У нас В принципе дальше Ничего такого Эстравагантного Не было Просто И раньше Там системы Которые там работали Там Производили Забирали углекислый газ Ну выходила она из строя Ну ее подчинят Ну всегда есть Дублирующая система Вот С этим С кислородом То есть Не одна система Производит кислород Есть дублирующая система Система особо важная Они там троируются То есть Сломать станцию Это Крайне Трудное дело То есть Она надежная Она надежная Надежная Да Вот Но проблема Состояла в том Что В нашем полете Все эти поломки Вот если раньше Они разбрасывались По Экипажам Экипаж летит У него там за полгода Вот Одна установочка Сломается Он ее подчинит А у нас И это сломалось И это сломалось И это ломалось У нас Система Которая кислород Производит Ломалась Причем Очень плохо Система Которая Углекислый газ Забирает Удаляет Из атмосферы Тоже ломалась Причем Они работали вместе У нас Система Терморегулирования Ломалась И это Тоже происходило Это в принципе Они вот Друг дружкам Перехлестывались И Ну было интересно И были такие моменты Когда Нам Для того Чтобы Мы Как-то смогли Дожить До чернового Грузового корабля Который привезет нам Какие-то комплектующие Для того Что мы там Вот эту систему Пусть даже там Которая кислород Производит И систему Которую Кислый газ удаляет Ну как Подчинили И все Вот Нам нужно было Просто реже дышать И нам Говорили Ребята Значит Вот на этот период Не занимаемся Физкультурой А не заниматься Физкультурой Можно вне веса Нет Ну заниматься Физкультурой Можно Конечно Можно Ничего не делать Там же Посты и так далее А Другое дело Что для организма Это слишком большой удар Потому что Это крайне важно Вот у нас Ну даже У нас В истории был полет 18-суточный Когда на корабле На маленьком корабле Союз Два космонавта Севастьянов и Николаев Они провели 18 суток И тогда Корабль был маленький Там не было этих тренажеров Из тренажеров Там было только Может быть Испандер Может быть Но когда они приземлились Потребовалась помощь Реаниматологов Потому что Реаниматоров Вот Люди Сердечно В общем Их сердечно-сосудистой системы Отказывали Это 18 суток Мы летаем полгода И И залогом того Что мы вернемся На землю здоровыми Является Соблюдение вот этого Ежедневного Занятия физкультурой Причем Дважды в день То есть Час утром Час вечером Да Ну там До обеда И после обеда В этот период Мы отдаем Причем Это контролируется Это Обязаловка Которую Ну нельзя переходить И ты понимаешь Что если ты не будешь Этого делать То ты не вернешься На землю То есть Ты опустишься Но там и останешься Вот И вдруг нам это Запрещают Это тоже был риск Сколько дней пришлось Так Ну это довольно-таки много Там Я помню что Так же Ведь когда сказали Это делать Там у тебя новые Нештатные ситуации Происходят И все То есть Важно то что мы Дождались Грузовика Мы все это сделали Опять вернулись Вот Дальше Ну об этом Опять же мало говорят Не то что ломается У командира были Проблемы с сердцем Они возникли тоже Во второй половине полета Может быть Вот где-то Через полмесяца После Или через даже Неделю После Соударения Когда У него начались проблемы С сердцем Вот Работали там Какие-то Медикаментозными Средствами Там пытались Это убрать Сам Василий Он боролся За То чтобы Из-за него Не спустились Мы на землю Вот Он Дожил До конца полета Причем Опять была Жутко Опять была Проблема в том что При приземлении Перед приземлением Есть период Когда мы Четко должны Все выполнять Это нагрузочный Пробует А ему нельзя Их выполнять Потому что У него сердце А ведь перегрузка При приземлении А при приземлении Перегрузка И это Ну подвиг человека Что он Просто Зная это Он не просил ЦУП Чтобы его Быстрее спустили На землю А врачи не рекомендовали Они ведь видели Кардиограмму На земле Не видели Вот Ну и я-то врачей Не видел Здесь Мы работали Все вместе Его никто не заставлял Просто я Я сейчас Могу говорить Только о том Что я видел Я видел командира Я видел Как ему плохо Я видел Как он выходил Из ситуации Я видел Что он не плакал Не рыдал Не стонал Ни одним словом Он не сказал Что ребята Давайте мы Завершим Это все дело Потому что мне Хреново У нас звонок Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Здравствуйте Я вот хотела Сказать Например Люди рискованных Профессий Там летчики Шофера Еще кто-то Они после аварии У них появляется Какой-то страх Они уходят Из профессии И даже Вспоминать об этом Не хотят Вообще никак А вы так спокойно Все рассказываете Детально Подробно Спасибо вам За мужество Спасибо большое Так сейчас Ты чего волноваться Поэтому и рассказываю Спокойно На самом деле Страх И какой-то фобии нет Приземление Это сложный Этап Когда вы Выходите со станции И возвращаетесь на землю Он не сложный Он Скажем Он один из самых Насыщенных Таких психологических Этапов полета То есть Тут Перегрузка Тут горит корабль Снаружи Вот И ты еще летишь Там Вибрации Это Да Трясучка Там Должна быть Там все это Все это вместе Это все Держит в тонусе Ну Все что у нас было Единственное Что Вот Это такой момент Я знал Что корабль трясет При входе В плотные слои атмосферы Физика Понятно То есть Воздух хочет перевернуть его А система управления Ставит его В то положение Которое нужно Вот И я знал Что это Всегда Происходит И вот Мы входим В плотные слои Атмосферы И ни одного Колебания То есть Мягко так Вошло И уже корабль Начинает гореть А нас не трясет Вот Мне тогда стало страшно Что-то не так Что-то не так Вот Потом Ну Уже в голове За полгода Когда вот Эти штатки идут Ты уже готов к ним Чисто психологически Настраиваешься Вот Сейчас будет следующий Там включается та система Что будет Если Она не включится Ты должен отреагировать На это дело И это уже в крови Сидит Ну в голове То есть И я значит Вот это все отрабатывал Мы вошли нормально Директор сработал Сработал отлично Если бы он Не сработал Я бы там на эту кнопочку нажал Ну и так далее Вот Единственный был Такой волнительный момент Когда мы Уже там То что снаружи горит Это все впечатляет Это Я тоже впервые вижу Знаешь как интересно Как в кино Там ярко Да Ярко Там абсолютно яркое пламя Это все Обшивка улетает И тогда Я подумал А И стекла закоптились И мы ждали Открытие парашюта Основного Я думал Единственное Место Если парашют Не откроется Вот у меня шансов Нажать на кнопку Нету Ну парашют открылся Дальше мы летели На землю Дальше все Та-та-та-та-та-та Еще там Одна нештатная ситуация Была В воздухе Но При приземлении Вот Я видел Как корабль садится Как у него Под ним там Клубы дыма появляются Вот Это называется Мягкой посадкой Мы врезались Очень сильно Я подумал Ничего себе Мягкая посадка Потому что удар был Очень сильный Я тогда Вздохнуть не мог Это было жутко И когда Открыли Люди Спасательной службы Этот мужичок Парень заглядывает И говорит Мужики Ну как Ну мы уже Все пришли Говорим Нормально Он говорит У вас не сработали Двигатели Мягкой посадки Вот И тогда Я понял Что вот Космос Именно Сейчас поставил Точку Во всей этой Экспедиции То есть он вас Отпустил Да То есть можно так сказать Да Но вы не хотели Вернуться Я хотел Вернуться Но у меня был Уже такой интерес Я понимал Что я ничего нового Я не увижу Вот Ну тогда пошла Новая международная Космическая станция Но так чисто для себя Этих станций Было без разницы Там Новые Не новые Ты понимаешь Что Космос остался космосом И ничего Особого нет Я тогда хотел Почувствовать Что такое Полет без нештатных ситуаций То есть просто слетать Как Просто слетать Просто поработать Не бороться за жизнь А просто делать свою работу Вот у нас К сожалению Осталось очень мало времени Станцию Мир Как проводили Когда ее Отправили Со слезами на глазах Это когда ее затопили Да Да Ну со слезами на глазах То есть Ну во первых Мы понимали Что это Решение чисто политическое Это раз Второе Мы видели Как американцы Продавливали этот вариант Чтобы МКС Потом запустить Чтобы запустить МКС И чтобы на МКС Быть единоличными Хозяевами Вот это вот Прям прослеживалось Потому что Если бы Остался мир То Тогда с русскими Нужно было бы договариваться И приходить к консенсусу Мы делаем эту работу Или не делаем эту работу То есть Это должен быть Такой Дипломатической работой Вот А так как Американцы сказали Что мы будем главными На станции Язык будет Английский ЦУП будет Американский Главный И все И Была только Однодушина У нас была станция МИР Когда мы могли Спокойно туда уйти В случае чего И более того Перетащить туда Европейцев Просто в силу того Что у нас дешевле Вот И Американцы это понимали Они сказали Нет Станцию МИР Вы должны застопить Но это Там наверху говорили Нам говорили Совсем другое Но мы это чувствовали Что это такое Поэтому мы провожали Со слезами на глазах Не саму станцию На самом деле А мы понимали Что это конец Нашей национальной программы Национальной космической программы Международная начинается То есть с точки зрения полетов Мы Мы Обеспечивали Но мы переживали Именно за Наш суверенитет Ну что ж Нам осталось Пронансировать Что Александр Лазуткин Сегодня Выступит На Открытой встрече И Будет Возможность Встреча Образовательный проект Космическая Одиссея Космическая Одиссея Да И где можно с вами Встретиться Кстати А вот Где там Мы По-моему Гостиница Авелон Да Есть такая Авелон И там этот Конференцзал Конференцзале Сегодня в В Я не знаю То ли в 6 часов Сегодня вечером Вечером Уточнить Кстати на портале Миксенция ЛВ Есть подробная информация Космическая Одиссея В рамках проекта Культурная линия Российский космонавт Александр Лазуткин Так что Приходите И Можно продолжить разговор Который мы начали сегодня В эфире Радио Балком Спасибо вам большое Что нашли время И пришли к нам Прямой эфир Спасибо вам Спасибо, что слушали Всего доброго Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам большое